29 марта текущего года, где-то в 4.30, поступился на прижимную часть центрального отдела о том, что на улице Соборной, 12, произошло детское ограбление магазина «Снежная королева», реализацией которого занимаются микровыми изделиями. Прибушившим на место, мы, следственная оперативная группа увидела то, что взломаны двери, буквально в считанные минуты были патичные микровые изделия, шубы где-то в количестве 20-9 штук. Прогрязнительная стоимость по инвентаризации где-то составляла 3 миллиона 753 тысяч. Следственной оперативной группой было отработано место совершения преступления, были изъяты инструменты взлома, с помощью которых были взломаны двери. Была снята информация с камеры наружного наблюдения, также были установлены камеры внутри магазина, где мы убедились, что преступная группа в количестве трех человек, буквально в считанные минуты, взломали дверь, зашли в магазин и похитили товар. На стойке, ну, в основном, самый дорогостоящий, который там находился. Была установлена марка автомобиля, которая ожидала возле магазина, куда был спрятан коктечный товар и не скрылись вместо преступления. Это иностранная машина, по информации, на европейских номерах. Также в последующем в оперативных службах была получена информация о некой группировке, которая гастролировала по регионам Украины и занималась аналогичным совершением преступлений. Сюда входило не только краж меховых изделий, они занимались кражами из магазинов, элитных брендовых часов, брендовых вещей, электронной техники. И все было просчитано, что преступление совершалось буквально до четырех минут, так как они были осведомлены о том, что служба охраны прибывает до пяти минуты. После проверки оперативных учетов нам стало известно, что организаторы данной группировки находятся на свободе. И где-то на протяжении этого времени, с марта по июль, три месяца, мы установили состав новой группы, организатор не поменялся. И все, которые появились, были жителями города Киева и Киевской области. Все ранее судимые в эту группу также входил гражданин другого государства Грузии. Все они ранее судимые. Один, который был в Грузии, привлекался к полной ответственности за убийство. В Киевской области проживал фигурант, который привлекался за совершение расбоев. И последующие фигуранты были ранее судимые за различные убийства. Все это время нам совместно с профессиональными руководителями, с прокурорами пошло очень много сил на установление сбыта крайних вещей. Так как группировка работала, и потом они сбывали все эти вещи. Мы на протяжении трех месяцев получили информацию о лицах, которые приобрели данные вещи. Все они были установлены, установлены их адреса. И после того, как было достаточно у нас собранной информации о причастности данной группы, по согласованию с прокуратурой, всем были согласованы педозры. В суде были получены постановления на их задержание. Было получено постановление в порядке 11 об исков на проведении в городе Киеве и Киевской области. После чего с 25-го до 26-го были сформированы мобильные группы. Это в количестве 11 групп. Состав всего в реализацию подела порядка 60 человек, сотрудников полиции. Также с нами на реализацию умеют профессиональные руководители прокуратуры. Горники были задержаны оперативной службы. И где-то с 6 часов мы начали реализовываться. Сразу при проведении обысков были задержаны все 4 фигурантов. В последующих обысках были изъяты похищенные наши вещи. Это где-то порядка 30-й год изделий, метовых шут, курточек. Были изъяты брендовые часы в одном из фигурантов свыше трех десятков. Были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны. Так как мы когда занимались нашим магазином «Снежная королева», была информация получена о том, что данная группировка совершила буквально через несколько дней, опять же в нашем Николаевском регионе, обновление магазина «Ломатор». И были подключены мобильные телефоны и электронная кирка. Часть которых была изъята, опять же, при проведении обысков у фигурантов. В данный момент вся эта информация нами разослана по всем регионам. Фигуранты сейчас документируются и проводятся следственные действия по поводу причастности. По нашим эпизодам это на «Снежная королева» магазин, «Вознесевский» магазин «Водопон». Вчера буквально нам отзвонили с Белой церкви, с уголовного розка, потому что у них аналогичная кража была совершена. Есть доказательства по одному из фигурантов. Сейчас следственные отделы состыковываются и будут проводить дальше определяцию по следственному суду. Будут доводиться их не от причастности. Имобильное подозрение. Согласно постановлениям суда, они вчера были задержаны, и сегодня в Центральном суде избирается мера посещения. Что, инкриминируется? Инкриминируется 185-я часть. Всем? Да, всем четверо. Субтитры создавал DimaTorzok